Четвертая книга Моисея. Числа. Глава двадцать шестая. После сего поражения сказал Господь Моисею и Елеазару, сыну Аарона, священнику, говоря, «Исчислите все общество сынов Израилевых от двадцати лет и выше по семействам их, всех годных для войны у Израиля». И сказал им Моисей и Елеазар, священник, на равнинах Муавицких у Иордана против Ерихона, говоря, «Исчислите всех от двадцати лет и выше, как повелел Господь Моисею и сынам Израилевым, которые вышли из земли египетской». Рувим, первенец Израиля, сыны Рувима, от Ханоха, поколения Ханохова, от Фалу, поколения Фалуева, от Хицрона, поколения Хицронова, от Харми, поколения Хармиева. Вот поколения Рувимовы, и исчислены их сорок три тысячи семьсот тридцать. И сыны Фалуя, Елеав, сыны Елеава, Немуил, Дафан и Аверон. Это те, Дафан и Аверон, призываемые в собрании, которые произвели возмущение против Моисея и Аарона вместе с сообщниками Корея, когда сии произвели возмущение против Господа. И разверзла земля уста свои, поглотила и их, и Корея. Вместе с ними умерли и сообщники их, когда огонь пожрал двести пятьдесят человек, и стали они в знамении. Но сыны Кореевы не умерли. Сыны Симеона по поколениям их, от Немуила, поколения Немуилова, от Ямина, поколения Яминова, от Яхина, поколения Яхинова, от Зарры, поколения Зарина, от Саула, поколения Саулова. Вот поколения Симеоновы, двадцать две тысячи двести. Сыны Гады по поколениям их. Сыны Иуды Сыны Иссахаровы Сыны Иосифа Сыны Манасии Сыны Иосифа Сыны Иосифовы Сыны Ивниамина Вот сыны Ивниамина По поколениям их От Имны Поколение Имнино От Ишвы Поколение Ишвино От Верии Поколение Вериино От сынов Верии От Хиверра Поколение Хиверова От Малхиила Поколение Малхиилова Имя дочери Асировой Сара Вот поколение сынов Асировых По исчислению их Пятьдесят три тысячи четыреста Сыны Нефалима По поколениям их От Иахцеила Поколение Иахцеилова От Гуния Поколение Гуниево От Иецера Поколение Иецерова От Шелема Поколение Шелемова Вот поколение Нефалимовы По поколениям их Исчислено же их Сорок пять тысяч четыреста Вот число вошедших В исчисление сынов Израилевых Шестьсот одна тысяча Семьсот тридцать И сказал Господь Моисею Говоря Сим Вудел Должно разделить Землю по числу имен Кто многочисленнее Тем дай удел Более А кто малочислен Тем дай удел Менее Каждому должно дать Удел соразмерно С числом вошедших В исчисление По жребию Должно разделить Землю По именам колен Отцов их Должны они получить Уделы По жребию Должно разделить Им уделы Их Как многочисленным Так и малочисленным Сии суть Вошедшие В исчисление Левиты По поколениям их От Герсона Поколение Герсонова От Каафа Поколение Каафова От Мерари Поколение Мерарина Вот поколение Левиины Поколение 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 Хевронова Поколение Махлиево Поколение Мушиево Поколение Кареева От Каафа Родился Амрам Имя жены Амрамовой Иохаведа Дочь Левиина Которую Родила Жена Левиина В Египте А она Амраму Родила Аарона Моисея И Мариан Сестру их И родились У Аарона Надав Иавиуд Лиезар И Ифамар Но Надав Иавиуд Умерли Когда принесли Чуждый огонь Пред Господом И было исчислено Двадцать три тысячи Всех мужского пола От одного Месяца И выше Ибо они Не были исчислены Вместе с сынами Израилевыми Потому что Не дано им Удела Среди сынов Израилевых Вот Исчисленные Моисеем И Елеазаром Священником Которые Исчисляли Сынов Израилевых На равнинах Моавицких У Иордана Против Иерихона В числе Их не было Ни одного Человека Из исчисленных Моисеем И Аароном Священником Которые Исчисляли Сынов Израилевых В пустыне Синайской Ибо Господь Сказал им Что умрут Они в пустыне И не осталось Из них Никого Кроме Халева Сына Иефониина И Иисуса Сына Навина Сына Сына